Глава республики Михаил Игнатьев встретился в Москве с министром сельского хозяйства страны Александром Ткачевым. Речь шла о перспективах развития агропромышленного комплекса региона. Михаил Игнатьев отметил, что индекс сельхозпроизводства в 2015 году вырос почти на 8%. В 2016 году также регистрируется рост показателей. Михаил Игнатьев сообщил федеральному министру, что общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2015 году была увеличена на 2,7% и составила почти 575 тысяч гектаров. Кроме того, муниципалитетам дана задача в течение двух лет ввести в оборот все неиспользуемые земли сельхозназначения. Эти меры позволят увеличить урожай зерна, овощных культур и территории пастбищ. На встречу зашла речь и о развитии молочного животноводства. Касаясь молочного животноводства, проблема вы так знаете, хотя у нас тоже поглое падает прежде всего в личных подсобных хозяйствах. И с учетом того, что мы с начала реализации национального проекта развития пока привлекли 25 миллиардов рублей, это огромные средства, советские период времени даже не поддерживали. В этом году тем более сельхозяйственный перепис и по платности возвратности очень высокий уровень. В Чувашии уже работают в этом направлении, создаются новые животноводческие фермы, улучшаются качественные показатели. Средний надой от одной коровы составляет почти 5000 килограммов. Александр Ткачев отметил активное участие Чувашской республики в реализации программы импортозамещения. Идет постоянный поиск инвесторов для реализации перспективных проектов. Вы получаете в полном объеме субсидии. По новым проектам касается молока, овощеводства. Это, конечно, и так называемый капекс, компенсация капитальных затрат, которые, в общем-то, многие проекты сделают окупаемыми, интересными для бизнеса, для инвесторов. И то, что вы делаете ставку во многом на развитие фермерских хозяйств, лично подсобных хозяйств, и для нас молоко, производство овощей, производство плодов, мясо, крыльц, это наши приоритеты. И я уверен, что Чувашская республика в этой части будет в передовеках, как, собственно, вы были до этого достаточно очень активными. Поэтому можете рассчитывать на поддержку Министерства сельскохозяйства. На встрече также были обсуждены вопросы проведения весенних полевых работ и уточнений бюджета господдержки сельхозотрасли республики. По уточнению 2016 года, агропромышленный комплекс в Российской Федерации сегодня является приоритетной отраслью. Поэтому дополнительные средства, какие будут выделять в этом году, включая даже хмелеводство, для того, чтобы по экономически значимым программам мы с учетом тренда на импортозамещение начали увеличивать и качественные показатели, и объемы производства химели. Нашел полную поддержку. На самом деле сельхозтоваропроизводители Чувашской республики работали, работают и будут работать эффективно. Татьяна Молкова, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика. Продолжение следует...